Сборным развитием реактивной авиации в 50-х годах интерес к медленным и неповоротливым штурмовикам стал падать во всём мире. Ставку теперь делали на скоростные истребители-бомбардировщики. Однако вьетнамская война быстро показала, что многоцелевые «Фантомы» и «Миги» не способны обеспечить эффективное обнаружение и поражение целей на поле боя. Так история повернулась вспять — к эре медленных, бронированных и до безумия грузоподъёмных монстров. С разницей в несколько лет в небо поднялись две легенды. А-10 «Тандерболт» — производство США и не менее легендарный Су-25 «Грач» со стороны СССР. В 80-х опытные советские машины уже принимали участие в боевых действиях в Афганистане, а с 84-го года «Грач» пошёл на экспорт, и первыми его обладателями стали ВВС Чехословакии. На обзоре тот самый самолёт из первой партии — Су-25К, где «К» значит «коммерческий». ЛТХ Два движка «Грача» способны поднять в небо самого ударника и 4400 кг полезной нагрузки, и при этом разогнать этот таран до 979 км в час. Даже при максимальном пакете подвесов самолёт остаётся весьма и весьма дружелюбным в управлении. Не для виражного боя, а чтобы не прочертить новую ВПП на земле, конечно. Есть и недостатки. Это самолёт, который при больших перегрузках не прочь отстегнуть крылья. Учитывайте. При этом минималка всего 250 км в час, и птичка остаётся в небе. Вооружение Даааа, живучесть Ха-ха-ха, ладно, пошутили Тут бомбы разного калибра, пушечные контейнеры, неуправляемые и управляемые легкие и тяжелые ракеты В том числе мощнейшие Х-29Л с дальностью полета до 13 километров Все это подвешивается в огромных количествах Вот, например, сразу шесть управляемых ракет, воздух, поверхность А 30-мм спарка идеально подойдет, чтобы посадить любую воздушную цель Ну или вскрыть легко бронированную наземку Боезапас, правда, всего 250 выстрелов Применять только короткими очередями Против взорвавшихся истребителей подвесы послабее Но парочка всеракурсных Р-60МК поможет отбиться на близких дистанциях Живучесть Деда, смотри! Молодец! Как у танка, в общем Пилот буквально сидит в титановой ванне толщиной 24 мм Спереди кабина прикрыта толстым бронестеклом Также бронирование имеется в задней части самолета и защищает топливный бак Несмотря на то, что остальные узлы и агрегаты не защищены, самолет сам по себе крепкий Даже при поражении двигателя легкой ракетой сможете дотянуть до полосы на втором Активная защита также в комплекте 128 ЛТЦ и ДО позволят уходить от вражеских ракет с инфракрасной ГСМ Применение Перед вылетом обязательно нужно назначить несколько важных для Су-25 кнопок Отстрел, ЛТЦ, воздушный тормоз, пуск ракет с залпом и активация точки прицеливания Далее все просто Держим в уме, что у противника всегда есть ЗРК Атакуем либо с большой дистанции, где нас еще не достанут Либо в упор, где нас уже сложно поймать в прицел Наличие дальнобойных управляемых ракет дает возможность поражать цели не входя в зону ПВО А их мощность не требует точного попадания в цель Падения рядом зачастую достаточно Но тут есть проблемка Прицельный комплекс слабоват И для эффективного обнаружения целей придется ориентироваться по маркерам, трассерам Или по инверсионному следу от ракет ЗРК Они, кстати, ваша приоритетная цель Благо попасть будет несложно ПВОшники обычно ведут малоподвижный образ жизни Идеальный алгоритм такой Забираемся на 3 километра и высматриваем оттуда противника При обнаружении цели пикируем Ставим метку для ракеты Корректируем ее несколько раз при необходимости И уходим обратно на высоту Второй способ для бруталов Прижимаемся плотнее к земле и утюжим цель из прохода Чем? Да чем больше нравится Богатая номенклатура вооружения позволяет найти открывашку для любой цели А большой боезапас и баллистический маркер обеспечат достаточно высокую результативность атак Не стоит недооценивать и старые добрые бомбы Их тоже можно насыпать с прохода на малой высоте Особенно штурмовые, специально созданные для таких задач А если хотите настоящего челленджа и веселья Берите 4 пушечных контейнера Легкую броню сносит как ураганом, даже со стандартной ленты Су-25К, самолет без которого топовый ангар и не ангар вовсе, а так ангарчик Это машина под любой стиль игры Главное научиться избегать или подавлять ПВО и собрать подходящий плейлист Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин